всем большой привет из турции добрым утром мы сейчас находимся на горе олимпас на нижней станции или как ее в турции называют тактал и так вот нижняя станция подъемника мы сюда приехали самостоятельно на арендованном автомобиле вот так будет метка на карте называться олимпас терриферик если поедете сюда самостоятельно очень легко добраться идем покупать билеты стоимость подъемника туда-сюда 33 евро на человека одетом и здесь по новой моде после каждой поездки протирает кабинку перед нами быстренько протерли все ручки и пол не знаю насколько это помогает на делать говорят что помещается 80 человек в кабинку сейчас поедет 40 которая расположена на высоте 2365 метров во время десятиминутного путешествия вы сможете насладиться великолепной панорамы от алая на востоке до финики на западе вас одновременно будет сопровождать пейзаж из кедров и можжевельников горные козлы и хищные птицы мы желаем вам увлекательной поездки сопровождение захватывающим видом во время вашего путешествия У-у-у! По морям. Ну все, 10 минут, и мы на вершине. 2365 метров. И группы есть, и в кафе люди сидят. Тут уже нет ощущения, что вы в одиночестве. На вершине горы. Ну и, конечно, ладик срочно туда понесся. Что, у тебя еще одно новое увлечение? Да, я и говорю, катапульта. Да, смотри, escape вот здесь написано. Вот те парапланы, которые летают у наших отелей. Видимо, они отсюда все стартуют. Потрясающе, конечно. Представляете, с вершины? С вершины Тахталы. Представляете, вот так прыгнуть над пропастью. И вот так там внизу. Дымкой все потянуто, конечно, не очень хорошо видно. Когда-то у подножия этой горы жили древние эллины, племена древних эллинов. Они смотрели на гору. А так как гора в западном Тавре самая высокая, они решили, что здесь на поверхности горы живут боги. И в частности, бог громовершится Зевс. Потому что за вершину горы постоянно цепляются облака, тучи. Здесь грозы бывают, ливни. И вот они такие напуганные решили, что здесь живет божество. И назвали это место Олимпус. Гора Олимпус. И город у подножия горы тоже был Олимпус. Потом в это место пришли римляне. Потом здесь стали жить турки. Турки переименовали эту гору в Тахталы-Даак. Даак это гора, а Тахталы это дощатая гора. Почему дощатая? Потому что вся поверхность, вот видите, наверное, вся поверхность вот этой горы, горного хребта этого, покрыта ливанским кедром. И они из этого ливанского кедра мастерили корабли и назвали вот эту гору дощатой Тахталы. Маша, смирись. Владик, летишь? Нет, нет, нет. Алина говорит, можно помягче, можно пожарче. 25 долларов стоит вот это увлечение. Сын летит. Ну что, Владик идет кататься на вершине двух с лишним тысяч метров. Ну, поехали. Давай еще. Давай еще. Давай еще. Ещё давай. Назад давай. Ого. Ого. Ещё. 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 вот что человеку нужно для полного счастья а еще и катапульта будет мамочки вот безумный экстремал почему ты не кричишь ну как впечатление что реально на параплан теперь но пошли поиск боги олимпаса поставили смотрите богов раньше чуть не помню таких вот оказывается 170 долларов стоит представляется на параплана такой спрос что невозможно просто прийти и занять какое-то место на полетах это как-то делается все централизованно заранее на несколько дней но нам дали телефон и попробуем связаться пришли выпить кофе красиво ну ну ты же не любишь муку да цены на большой холодный кофе всякий хитрый там океанта и карамель шоколад там прочее пять или шесть долларов зависимости от размера дима обратно спускаемся вниз мы самая странная выехать вниз это рекомендую мне эти ролики нравятся Смотрите, кедры. И ехали. Звуки природы, машина немножко шумит, извините. Звуки природы, машина немножко шумит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова